Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Канакову онлайн. Этот выпуск я бы хотела начать со слов благодарности нашим подписчикам. Спасибо вам за вашу активность в комментариях, это нас вдохновляет и мотивирует. Продолжайте в том же духе, лайкайте, рассуждайте, предлагайте. Это для нас важно и ценно. Мы продолжаем исследовать наш город, его потребности и желания. В этом выпуске поговорим о возможностях. Сегодня мы расскажем о тех людях, которые не только родились, выросли и работают в Канаково, но и развивают его инфраструктуру, создают рабочие места. Друзья, знакомьтесь, это Екатерина. Она родилась и выросла в Канаково, а ее бизнес приносит радость самым маленьким жителям нашего города – детям. Катя, как пришла идея открыть детскую комнату в нашем городе? В 2015 году я вышла замуж и у нас родился замечательный сын. Гуляя по городу с такими же молодыми родителями, как и мы, часто возникал разговор, что нашим деткам некуда сходить, то есть нет досуга для них. Поэтому у нас с супругом возникла такая идея, почему бы не открыть детскую игровую комнату в нашем городе для наших маленьких жителей. Чтобы провести хорошо здесь время вместе с родителями и отметить день рождения или какое-то другое мероприятие. Наша следующая героиня Анастасия, она также родилась и выросла в Канаково, уезжала из города на пять лет учиться, но потом вернулась обратно, выбрав родной город для работы и жизни. У нее легко, вы можете купить или отремонтировать яблочный девайс. Настя, как пришла идея открыть магазин Apple в нашем городе? Был конец 2011 года, появлялись первые айфоны. Это было все очень уникально, очень мало пользователей техники и получив заветную коробочку в свои руки с надписью iPhone, потрогав это, мы поняли, что хотим с этим работать. И так, соответственно, начался наш путь и появился магазин техники Apple. Наш третий герой Александр, он тоже наш Конаковский. По его словам, его жизненная карьера началась в 15. Тогда он уехал в Москву, там же получил высшее образование, а сегодня в нашем городе у него несколько ПВЗ Озон. Александр, расскажите, как пришла идея открыть пункты выдачи Озон в нашем городе? Здравствуйте, но идея пришла, наверное, по той причине, что вся наша жизнь переходит в цифровой формат, наверное, и наша жизнь стала развиваться в интернете. Соответственно, это, наверное, было поводом открыть бизнес и в пандемию, и бизнес будущего. Вот, наверное, стараемся шагать в ногу со временем. Какие плюсы и минусы работы на себя? Самый главный плюс в том, что мы занимаемся своим любимым делом, мы стараемся развиваться, расширяться. Сейчас мы имеем также свой парк, уличный парк аттракционов для наших маленьких жителей. Вот, минусы есть, они есть в любой сфере бизнеса, но в нашем случае они не превышают плюсы, и это нас очень радует. Я бы назвала это и плюсом, и минусом, то, что ответственность за все происходящее лежит на твоих плечах. И, приходя после рабочего дня, домой, находясь в отпуске, ты всегда головой в работе. Иногда происходит выгорание, к сожалению, но все равно даже, наверное, это есть и положительная сторона всего этого, потому что нету груза под названием «не надо идти на работу», потому что это не работа, это дело, которым по-прежнему горим и от чего сердце любим. Ну, плюсов, на самом деле, очень много. Первое – это свобода времени, свобода действий, независимость от кого-то либо. Ну, их, наверное, можно перечислять множество, этих плюсов. Важные плюсы? Да. Ну, первое, основное – это, наверное, свобода времени, свобода действий. А минусы? Ну, может быть, они какие-то есть, но без минусов и не было бы интересно. С какими трудностями вы столкнулись при открытии бизнеса и в процессе его функционирования? Ну, конечно же, первое – это финансовые трудности, потому что пришлось занимать довольно-таки большую сумму денег для открытия. Дальше уже стоял вопрос о том, вообще, как работает розничная торговля, потому что опыта в этом не было. Пришлось узнать, что такое торговое оборудование, что такое бухгалтерия. Но все равно я не назвала бы это какими-то трудностями, потому что все самое сложное оказалось только впереди у нас. На начальном уровне большая трудность была в выборе помещения. В его габаритах, вместо расположения хотелось бы в центре города, да, и помещения побольше. Сейчас нас все устраивает, да, мы находимся в шаговой доступности для всех в центре города. То, что мы сейчас имеем, нам очень повезло, и мы очень любим свою игровую комнату. Но, конечно, нам бы немножко хотелось побольше пространства. Да, побольше пространства. А в процессе функционирования бизнеса какие трудности? Трудности есть, но мы их быстро решаем в процессе, вот, поэтому я не буду про них говорить. Они, ну, мелочи для всех, то есть, как бы, ну, и для нас тоже. Ну, на самом деле, у меня просто такая сфера бизнеса, что я бы, сложно мне назвать, что я с какими-то трудностями вообще, в принципе, столкнулся. Вот, основные, наверное, глобальные такие трудности – это подбор персонала. Кадр. Кадр, да. Оно, как бы, перетекающее, да. Бывает и в начале, бывает и в середине. Поэтому здесь конкретизировать, что вот в самом начале было сложно, ну, нельзя так сказать. Какая помощь малому бизнесу есть у нас в регионе? У нас есть онлайн-центр, называется «Мой бизнес», в который каждый начинающий предприниматель может обратиться. Ему в онлайн-формате помогут ответить на все его интересующие вопросы, то есть подсказать, помочь, как-то направить и так далее. Ну, опять же, видите, у меня немножко не та сфера, чтобы надеяться на чью-то помощь со стороны нашей администрации. Возможно, она в каких-то отраслях и есть, но в данном случае в моем, ну, как бы, нет, и необходимости в ней тоже нет. К сожалению, нет. Может быть, она, конечно, есть, но мы на себе ее не ощутили. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет, но боится сделать первый шаг к тому, чтобы заняться своим делом? Ну, вообще, все происходящее в нашей жизни – это результат принятых нами когда-то решений. Поэтому очень важно кидаться с головой во все новое, потому что действительно там может быть что-то интересное, и можно получить бесконечное счастье. Ничего не бояться, идти вперед. Совершенно точно, да. Я желаю только одного, не стоит ничего бояться, просто надо сделать первый шаг вперед, и все. Лучше жалеть о садейном, чем сожалеть о бездействии. Я пожелаю только идти вперед, ничего не бояться, осуществить свою мечту, потому что пройдет время, и если ты ее не осуществишь, то ты можешь потом пожалеть об этом. А попробовать шанс всегда выпадает один раз. То есть нужно действовать. Даже если не получится, ничего страшного, это будет большой жизненный опыт. Сегодня мы на живом примере увидели, что при желании возникают возможности. В нашем городе можно не только жить и работать, но и вести свой бизнес, который может быть успешным и делать жизнь местных жителей лучше и удобнее. У наших героев много планов на будущее, и, безусловно, их истории воодушевляют. Пишите в комментариях, хотели бы вы открыть свой бизнес в Конаково. Да, нет и почему. А если вы владелец бизнеса, расскажите нам свою историю. С вами была Настя, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!